Чистят снег за Барнаульским крематорием. Для чего вопрос хороший? В последние годы этот участок используют как несанкционированную свалку для строительного мусора. Чтобы решить этот вопрос, в общественной палате и собрались обсудить законодательную инициативу по регулированию обращения со строительными отходами. В Ленточном Баруле и в Егорьевском районе бывал, значит, Волчихи. И все равно вот эти вот, значит, кучи вот этого мусора, они вот обязательно есть, попадаются. Значит, это вот угнетает здорово. Там все что угодно. И кирпичи, и обломки кирпичей, и гипсов, гипсолитов, и всякие разные. Ну как вот, вот меня вот просто это лично коробит, как человека, у которого, значит, вот, ну, и пять внуков, я просто за них вот беспокоюсь. Что дальше будет, если вот это не пресечь? Все дело в том, что частники на небольших грузовых авто перевозят стройку и порой выбрасывают не на полигоне, а, например, в лесу. Эксперты считают, этот теневой бизнес нужно брать под контроль. В 93-95 год была такая экологическая милиция. Вот я как бы вот конкретно видел эту работу, значит, и вот итоги ее конкретные были. В ту пору тогда, значит, вот, и, значит, те, кто вот именно, что около дома мусор или где-то, значит, просто за руку ловили, и соответствующее наказание за этот счет было. Также эксперты уверены, что нужно вводить обязательное лицензирование деятельности по перемещению строительного мусора. Необходимо отличать твердые коммунальные отходы от строительного мусора, потому что это разные вещи, они требуют совершенно разных процессов, касаемо их хранения, складирования, утилизации. И когда мы определимся с терминологией, тогда уже можно определяться с процедурами, тогда уже можно определяться с операторами, ну и, наконец, сдавать площадки. Все это предстоит учесть экспертам при разработке правил обращения со строительными отходами в крае. Общественная палата уже работает над законодательной инициативой. Андрей Дрегер, Александр Антропов. День с толком.